Книга «Открытым оком», 8 том, вопрос 2028, тема покаяния. Чем было вызвано такое страстное желание молодых людей принять иночество и уйти из мира? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Каждый дает объяснение свое. Если Дмитрий Ростовский или другой монах, то он это толкует избранностью от Духа Святого. Любой психолог даст объяснение более простое. Неправильным воспитанием в семье, забитостью, боязнью женского пола и прочее. Есть страстное непреодолимое желание в людях от иного мира. В первую очередь, что не был руководим по Писанию. А вот так. Пожелал и дай. Притча 18.1. Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. Эти непреодолимые желания потому, что так научили, что иночество – это высшее в христианстве. Это ангелоподобная жизнь. Почти гарант спасения и даже канонизации. Или сан епископа. И даже можешь покоиться на алтарях по всему миру, когда тебя разнесут по антиминцам. Было отчего хотеть искренне желающим спасения. Нормального христового христианства, веры евангельской, не видели люди почти нигде, а только в монастырях видели отличие от мира. И приход туда приравнять можно только к уверованию, к первому шагу. А так как там уже решили, что это высшее, то и описывали эти монашеские подвиги, монашеские обеты, монашеские ступени восхождения в доброделании иноческом. Кирилл Новоезерский. Память. 14.4 февраля. Еще будучи отроком, Кирилл почувствовал непреодолимое желание быть иноком. Тайно оставив родительский дом, Кирилл ушел из Галича на реку Абнору, в обитель преподобного Корнилия, о котором слышал от своих родителей. На пути туда Кирилл увидел старца, украшенного сединами. На вопрос старца, куда идет он, Кирилл отвечал, что идет к обители преподобного Корнилия. Одобрив его намерение, старец велел ему идти туда вместе с собой. Оглядываясь вокруг и не видя старца, Кирилл уразумел, что то было Божие посещение, и возблагодарил осем Бога. Придя затем в монастырь, отрок со слезами умолял преподобного Корнилия принять его иноком в свою обитель. Предвидя в нем избранный сосуд святого духа, Корнилий принял его с любовью и постриг выноческий чин. Любопытство слышим не порог, Новое приятно познавать, За соседний заглянуть порог, Про пирог разведать, про кровать, Мало ли, что есть на белом свете, Мало ли, какие разговоры. Любопытство – это наглых сети, Любопытные, как правило, все воры. Все, что вынюхали, скромно разузнали, Скважину замочную взглянули, Им не важно, осень ли, весна ли, Главное, чтоб дырка хоть на стуле. Вычитали, ухом подсмотрели, В темноте нащупали ногами. Любопытным все сгодится в деле. На готу подсматривают хамы. Это от того, что пустота, Полная бесцельность ежедневно. Ничего не знают про Христа, Ничего не слышат о спасении. Выжги покаянием со слезами, Знания про интим, про чей-то дом. Кто прозрел, те разберутся сами, Что построить, что пустить на слом. Новое тебя интересует? Библию с молитвою читай. Про себя узнай, прожил не в суе, Жизнь – несбывшаяся глупая мечта. Через главы и стихи писания Рассмотри, прослушай про себя, И другим расскажешь со слезами, Любопытство пусть тебе простят. Присмотрись, кому твои таланты, Помощь для кого с твоим уменьем. Будешь для других отныне сам ты, Интересным, нужным, тем не менее. 5 июля 2003 год, Игнатий Лапкин.